Сегодня депутаты Верховной Рады Украины попросили еще неделю на принятие евроинтеграционных законов. Теперь украинский парламент вернется к ним 19 ноября. Если и в этот день закона не примут, подписание нашумевшего соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом вообще может сорваться. На этом фоне в Киеве все громче звучат призывы отложить подписание соглашения и направить усилия в другую сторону на улучшение отношений с Россией. Об этом говорили и на заседании правительства, и на встрече президента с представителями Союза промышленников и предпринимателей. Роман Соболь продолжит. Сегодня на Украине ждали новостей из Верховной Рады, а главные новости неожиданно пришли из правительства. Премьер Азаров фактически провозгласил очередной разворот украинской экономики на 180 градусов с запада на восток. Спрос на наши товары на мировом рынке падает и в первую очередь на главном для нас российском рынке. И никто нам не предложит компенсацию за эту потерю. Вопрос номер один. Нормализация отношений с Россией. Это приказ, который власти получили от реального сектора экономики. Именно с решением этой задачи украинские предприниматели связывают свои надежды на выход из кризиса. Вчера к президенту Януковичу пришли представители Союза промышленников и предпринимателей. Говорили, похолодание отношений с восточным соседом привело к росту безработицы, долгов по заработной плате. Я даю поручение премьеру Азарову заняться этим немедленно, не теряя времени. Все ваши предложения будут учтены. Один пример. Поскольку Украина не входит в таможенный союз, Россия скорректировала правила провоза украинских товаров. Теперь за груз надо платить страховку от полутора тысяч рублей. Но из-за оформления бумаг украинские дальнобойщики простаивают на границе. Товар портится, убытки растут. Я звонил коллеге, коллега сказал, что очередь была 12 километров. Сейчас украинские власти заявляют, многолетнее сотрудничество со странами СНГ не стоит перечеркивать одним махом. Украина в ползучем кризисе для перехода на евроинтеграционные рельсы у нее нет ни сил, ни средств. Знаете, у людей такое впечатление создается, что после долга мы сразу сядем кому-то на шею и поедем куда-то. Ничего не получится. Будет только хуже в реальном секторе экономики. А потом будет лучше. Тогда? Потом. Потом? Попозже. На этом фоне главная тема для дискуссий последних недель освобождения Юлии Тимошенко как залог для евроинтеграции Украины отошла на второй план. Парламентское большинство закон так и не приняло. Сессия Верховной Рады Украины скоропостижно закрылась, едва успев начаться. Депутаты не смогли договориться по ключевому вопросу. И что теперь будет, никто не знает. Следующее заседание через неделю. Оппозиция привычно обвиняет власть в срыве евроинтеграционных процессов, выводит своих сторонников на митинги, но они пока не многочисленны. Двери европейского партнерства для Украины не закрыты. Вполне вероятно, что в конце ноября договор об ассоциативном членстве Украины в Евросоюзе будет подписан и без Тимошенко. Геополитические интересы Брюсселя могут перевесить все остальное. Во всяком случае, сегодня евроэмиссары, курирующие вопросы евроинтеграции Украины, дали Верховной Раде еще неделю на размышления. 19-го это уже последний момент, в котором можно все, что надо сделать. Надеемся, что найдется достаточно доброй воли, чтобы найти консенсус. До этого Евросоюз настаивал на том, чтобы пакет евроинтеграционных законов, в том числе и об освобождении Тимошенко, был принят к сегодняшнему дню. Роман Соболь, Алексей Шатохин, Дмитрий Мухин, телекомпания НТВ, Киев.